Сегодня республика простилась черкесам Мавсисянам, человеком, который оставил яркий след в истории Кабардино-Балкарии. Ветеран Великой Отечественной, заслуженный агроном России, он не один десяток лет возглавлял совхоз Нальчикский. Дважды избирался депутатом Верховного Совета КБССР, 12 раз депутатом Нальчикского горсовета. За вклад в развитие сельского хозяйства награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета и многочисленными медалями. К дому, где жил черкес Мавсисян, люди сегодня шли нескончаемым потоком. Это фронтовики, бывшие соратники и ученики, представители власти во главе со спикером парламента Татьяной Егоровой и председателем правительства Алием Мусуковым. От имени руководства Кабардино-Балкарии соболезнования семье выразил вице-премьер, министр сельского хозяйства Моя Дадов. Он отметил, что Мавсисян первым в республике стал применять новые способы посадки агрокультур и защиты многолетних насаждений, внедрил новые технологии возделывания картофеля. Опыт совхоза Нальчикский широко применялся далеко за пределами Кабардино-Балкарии. Однозначно он находится в одном ряду с теми великими тружениками сельскохозяйственной отрасли нашей республики, которых он все знает. Он награжден трудовыми орденами, военными орденами. Отмечаю, что кроме того, что он был очень большим профессионалом, он был очень достойным, честным, добрым, интеллигентным человеком. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Провозили черкеса-мовсесяна в последний путь под звуки старинной армянской мелодии. Ветерану было 94 года.